Вирус пошел в атаку. 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией только в Ак-Тюбе. Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали вдвое больше новых случаев, кем днем ранее. Все под контролем. Ак-Тюбинские полицейские обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасности граждан. Есть нарушители. Пособия получат без задержек и лишние волокиты. В центре занятости рассказали о процедуре получения АСП. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Факт». В студии работает Ирина Черней. Обзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра. Абдикарима с 2019 года был руководителем столичного департамента агентства по защите и развитию конкуренции. До этого с 2016 года был советником министра, заместителем директора департамента, директором департамента государственной поддержки, предпринимательства, министерства национальной экономики. С 2015 года руководил проектом в национальном управляющем холдинге «Байтирек». Распоряжением главы государства Макзумер Загалеев назначен советником президента Республики Казахстан, передает пресс-служба Аккорды. Он родился в 1978 году в Алматы. Окончил университет Туран, дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Гумилева, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Есенова. Трудовую деятельность начал инженером на месторождениях Тингис, являлся вице-министром нефти и газа Республики Казахстан, вице-министром энергетики Республики Казахстан. С июня 2019 года министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. С сентября 2021 года министр энергетики РК. И еще ряд перестановок. Александр Данилов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития. Ранее он занимал должность руководителя проекта «Топфейк Киезет». Бывший управляющий делами президента Ерлан Батаков стал первым вице-министром торговли. Ержан Казанбаев покинул пост вице-министра. Еще президент освободил от должности Жаслана Мадеева. Он был заместителем председателя агентства по стратегическому планированию и реформам. Саулия Атпаева больше не сенатор. Она была депутатом с 2017 года. А Айтпаева первая казахская женщина-генерал. Депутатам Сената президент назначил Бибито Исабаева. Освободив от должности руководителя представительства президента в парламенте, сообщает «Энгриньюз». Согласно матрице оценки эпидситуации, Октябрьская область вошла в красную зону. За прошедшие сутки было зафиксировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На домашнем карантине находится 694 человека. Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 9122 новых случаев, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Так, города Нур-Султан, Алматы и Шимкент, а также Атырауская, Мангистауская, Карагандинская, Казалародинская области в настоящее время находятся в красной зоне. В желтой Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павладарской и Кустанайской области. В зеленой зоне остаются Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Североказахстанская и Восточно-Казахстанской области. Сотрудники правоохранительных органов Актюбинской области обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасности граждан, а также сообщают о полном контроле над ситуацией в регионе. За минувшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции было доставлено 147 человек, из которых 92 привлечены к административной ответственности. 11 января на блокпосту, расположенном на автодороге Самар-Шемкен, при проверке автомашины «Газель» под управлением жителей Южно-Казахстанской области выяснилось, что данная автомашина числится в угоне в Российской Федерации. Автомашина везла помидоры в Магастарскую область. В тот же день при проверке автомашины «Митсубиси» обнаружено изъят охотничье ружье из 16-го калибра. На владельца ружья составлен административный протокол. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 147 лиц, из которых 92 привлечены к административной ответственности. Возбуждено 11 уголовных дел по фактам организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания и актов терроризма. Семь лиц помещены в изолятор временного содержания по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. В отношении пяти из них судом санкционировано меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия. Работа общественного транспорта в нашем городе после митингов вернулась в прежнее русло. Однако, как отмечают некоторые горожане, это означает лишь то, что в городе с перевозками проблема не решена. Возобновились случаи длительных ожиданий, заветных автобусов, а также порой полного отсутствия некоторых маршрутов на линиях. Семь, как у нас сейчас ситуация с автобусами в городе? Ой, да не очень. Вот пыталась уехать десятку, ждала, сколько стою, столько нету, минут 15 ее уже нету. А морозы на улице. А остальные автобусы не знаю, как ходят, не бываю нигде. Ситуация с автобусами в нашем городе? Нормально вроде, все нормально ездить, да? Все ходят или какие-то подмечали, что не ходят? В моем случае нет. Какие у вас автобусы? В 46-й. Нормально ходят? Да, нормально. Нет, недолго. 52-й плохо ходит, двойка плохо ходит. Вообще, я в сети живу. Невозможно. Ничего утром, вечером невозможно. И рано кончают они работать. Ждем целый час. Вот ждешь автобус. Вот я, допустим, еду на работу, я возле Алатау там работаю. Вот целый час ждем автобус. Вижу, что 12-й не ходит вообще. Он, по-моему, еще и до беспорядков не ходил. И это 12-го автобуса не стало. Ак-тюбинцам, получавшим адресную социальную помощь в четвертом квартале минувшего года, назначение данного пособия будет автоматически продлено на первый квартал текущего года, сообщили сегодня в городском центре занятости. Отметим, что госучреждение по оказанию социальной поддержки населению на данный момент работает в штатном режиме. За прошлый год адресную социальную помощь в нашем городе получили 3709 семей или 18016 человек, сообщили сегодня в центре занятости. В связи с введением режима ЧП в процедуру получения данной помощи введены некоторые послабления. Гражданам, получавшим АСП за четвертый квартал 2021 года, будет автоматически продлено ее получение и на первый квартал этого года без обращения в центр занятости. При этом хочу сделать уточнение, что будет учитываться доход за четвертый квартал 2021 года. Необходимо будет предоставить справки об алиментах, справки с места с работы, в случае если человек был без отпуска, без сохранения зарплаты. Также будет составляться акт обследования материального положения. В случае изменения адреса проживания, контактных телефонов, необходимо уведомить об этом центре занятости населения. На первый квартал текущего года размер черты бедности в Казахстане составил 24 920 тенге, то есть 70% от прожиточного минимума. 11 января в своем обращении к гражданам страны президент затронул ряд социальных вопросов, которые необходимо решить в этом году. Пару из них это увеличение продолжительности участия в молодежной практике и в проекте первого ручьего места. Если раньше по молодежной практике было 6 месяцев, то в этом году планируется увеличить до 12 месяцев первое рабочее место до 18 месяцев. Планируется увеличить размер безвозмездного гранта до 400 мрп. Сейчас это составляет свыше 1 200 тенге. Хочу напомнить, что эти гранты безвозмездны для открытия собственного дела. Еще одним из решаемых вопросов стало поднятие уровня минимальной заработной платы до 90 тысяч тенге. Ну а пока на сегодняшний день Актюбинский центр занятости работает в штатном режиме. И основными причинами обращения актюбинцев сюда являются трудовоустройство, получение АСП и консультации по проекту «Бастау Бизнес». Глад Рогушев, Жасул Анжубаев, программа «Факт». Генпрокуратура Казахстана запустила сайт для загрузки фото и видео о терактах и беспорядках. Пользователи смогут сделать это анонимно. Прокуроры проводят сбор доказательств и идентификацию преступников по видеозаписям. Уточнили в ведомстве. Сайт «Стоптерроризм Киезет» разработан вместе с Министерством цифрового развития и инновацией аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Также напомним, что колл-центр 115 продолжает принимать звонки от населения. А сейчас смотрите новости Республики. Редактор субтитров А.Семкин председателя КНБ Даулет Ергожин. Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает досудебное расследование по делу Масимова. В рамках этого дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам превышения должностных полномочий. Напомним, Карим Масимов 6 января был смещен со своего поста главы КНБ Казахстана, задержан и арестован сроком на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО столицы, сообщает пресс-служба КНБ. Путин и Пашинян назвали эффективными действия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент России и премьер Армении говорили по телефону. Отмечены эффективные и скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике, сообщает пресс-служба Кремля. Вчера Такаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. С 13 января начнется поэтапный вывод миротворческих сил ОДКБ, который займет не более 10 дней, сообщает спутник КИЗ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, Россия будет оценивать министра информации общественного развития Казахстана Оскара Умарова по его высказываниям на новом посту, а не по прежним неловким словам. Москва готова работать со всеми членами нового Кабмина, братской стороны сообщают РИА Новости. Напомним, накануне представители российских ведомств высказались о возможных сложностях в контактировании с Умаровым, обвинив его в русофобии. Антимонопольщики проводят расследование в офисе Казмунайгаз. Это все в рамках расследования в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. Казмунайгаз, Петросан, СНПСи Актубе Мунайгаз, Казгер Мунай, Казахуэл Актубе и КазГПЗ. Агентство по защите и развитию конкуренции установило в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации газа на торгах. Отметим, что в Казмунайгазе заявили, что нацкомпания активно сотрудничает с АЗРК в рамках проводимого расследования и предоставляет всю запрашиваемую информацию, сообщает Пенгри Ньюз. Вывоз отдельных видов скота запретили в Казахстане, передает Кастак. Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота живого, овец и коз живых, говорится в совместном приказе Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 11 января и вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Почти половина из запланированных авиарейсов в Казахстане отменена. Всего 13 января запланировано 222 рейса, из них 99 рейсов отменено, с задержкой 9. Основные причины всех задержек и отмен – регламент работы аэропортов Алматы и Актау, комендантский час, нехватка резервного воздушного судна, низкая загрузка и позднее прибытие самолетов. Новые правила въезда в Казахстан с 15 января. Все прибывающие из зарубежных стран пассажиры, включая вакцинированных, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19. Справка должна быть на английском, русском или казахском языках. Исключение составляют дети до 5 лет. Без справки пассажиры, в том числе казахстанцы, не будут допущены на борт из аэропорта вылета. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Платить будем меньше. АО «Казахтелеком» обещает 50-процентную скидку за январские услуги своим абонентам. Скорректированную сумму компания выставит в феврале. Медики приглашают актюбинцев на вакцинацию и ревакцинацию. Каким препаратом лучше поддержать иммунитет, рассказали в облздраве. Спасатели помогают восполнять запасы донорской крови. Сегодня они организовали коллективную сдачу для помощи тяжелым пациентам. Субтитры предоставил DimaTorzok Традиционная качество от известных брендов Белоруссии и России. Элитная мебель в итальянском стиле. Для гостиной, для кухни, для спальни. Обеденные группы из массива бука. Шикарная, мягкая мебель. Салон «Диван Диваныч». Проспект Кенесанукина, 13-Б. Сіз жайғана жарнама бердіңіз келеме. Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізден сіз женгілесіп тесе аласыз. Небары үш шарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен. Рика медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды кәсіпіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. үшін бас үшін басп 41- үшін бас үшінined. ұндай түргүрлі. үшін Болтің үшін каңді? Подключайся прямо сейчас! АО «Казахтелеком» объявил некоторые меры, связанные с объявленным в стране режимом ЧП. Ключевым шагом стало предоставление 50-процентной скидки за январьские услуги своим абонентам-физическим лицам. Скорректированную сумму компания выставит в феврале. Кроме того, всем абонентам АО «Казахтелеком» в срок до 31 января текущего года предоставлены безлимитные междугородние звонки, а также тысяча минут на звонки со стационарных на мобильные телефоны. Актюбинская область по распространению COVID-19 в красной зоне. За сутки в области выявлено более 225 новых случаев заболеваемости. Это говорит о том, что эпид-обстановка резко ухудшилась. Врачи приглашают горожан на повторные уколы. Когда нужно повторить вакцинацию, каким препаратам лучше поддержать иммунитет, сегодня рассказали в Управлении здравоохранения. В Актюбинской области у заразившихся COVID-19 жителей пока не обнаружен штамм «Омикрон». Зафиксирована только «Дельта». Для защиты от новых штаммов, говорят врачи, нужен напряженный иммунитет. Более высокая концентрация антител в крови. Поможет в этом повторная прививка. Сейчас в разгар пандемии ее лучше делать раз в полгода, советуют медики. Вакцину можно выбрать самостоятельно. В настоящее время в Актюбинскую область с начала прошлого года поступило более 1 миллиона доз вакцин. В настоящее время в наличии сейчас имеется вакцина «Спутник Ви», «Козвак», «Синофарм». Для детей, беременных и кормящих женщин в настоящее время имеется вакцина «Камернати» производства фирмы «Файзер». В облздраве также сообщили, что для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина «Файзер». Напомним, что Казахстан закупил 4 миллиона доз американской вакцины для детей в возрасте от 12 лет, беременных и кормящих женщин. Первым компонентом на сегодняшний день привито у нас 377 204 человека, вторым компонентом 251 854 человека. Да, ревакцинировано 32 145 человек прошли ревакцинацию. В настоящее время сейчас у нас планируется изменение в постановлении главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о включении лиц старше 60 лет для получения ревакцинации препаратом «Файзер». Я думаю, через 1-2 дня это постановлено вступить в силу, и мы сможем наших граждан, лиц старше 60 лет, прививать сейчас вакцина «Файзер». В целом записаться на ревакцинацию можно, как и на первичную вакцинацию в регистратуре своей поликлиники. Перед уколом нужно будет также заполнить анкету и пройти терапевта. Вакцину можно выбрать самостоятельно. Всю информацию о повторной прививке сестра заносит в карту, а затем в единый реестр вакцинированных. На портале госуслуг пациент получит новый QR-код, он будет действителен в течение года. Лиза Цакеева, Алексей Уразов, программа «Факт». Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акцебинской области приняли участие в сдаче донорской крови. В сложный период пандемии, а также в свете недавних трагических событий, спасатели помогают специалистам центра запастись драгоценным материалом для оказания помощи тяжелобольным. Ежегодно сотрудники департамента чрезвычайной ситуации участвуют в сдаче донорской крови. Сегодня добровольцами, решившими пополнить банк центра крови, выступили 10 человек. Некоторые из них сдают кровь на регулярной основе. Постоянный донор, уже являюсь постоянным донором, как на добровольной основе, помощь населению, помощь больницам, тяжелобольным. Постоянный донор должен на протяжении какого периода времени? С 2002 года, можно сказать, изначально. Перед процедурой сотрудники ДЧС прошли тщательное медицинское обследование. Заполнили анкеты, прошли осмотр врача-терапевта, сдали общеклинический анализ крови. Такие процедуры в обязательном порядке проходит любой потенциальный донор. У нас в Республике Казахстан, согласно 206 статье Кодекса о здоровье народа и населения, донором праве может быть лицо, физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, прошедшее соответствующее медицинское освидетельствование и не имеющее противопоказаний, изъявившее желание добровольно сдавать кровь. При этом он не должен состоять на диспансерном учете в наркологии, противотуберкулезном диспансере, кожвен-диспансере и спидцентре. И не должен состоять на учете по хроническим заболеваниям. На день сдачи потенциальные доноры должны быть не уставшие, отдохнувшие и не иметь заболеваний в остром периоде. Все это мы предварительно проверяем клинический осмотр терапевта, только после этого допускаем к донорству. Кроме того, стоит отметить, что дефицита доноров в местном центре крови не наблюдается. Только за прошедшую неделю кровь сдали порядка 200 человек. Донация – очень простая процедура. Занимает не более 15 минут и не наносит вреда здоровому человеку, а потому бояться ее не нужно. Тем самым я хочу помочь населению, пострадавшим. Действительно, есть люди, которым не хватает этой крови, есть больницы, где их нет. Это запас крови, это ежегодно. Мне кажется, каждый здравомышленный человек, если понимает суть дела, он обязан сдать кровь. Жанна Акжолова, Сергей Калашников, программа «Факт». В центре обслуживания предпринимателей Октябрьской области оказывают налоговое и бухгалтерское сопровождение. С начала года в палату предпринимателей по вопросам налогообложения и бухгалтерской деятельности обратились более 30 предпринимателей. Наиболее востребованы услуги подготовки налоговых и статистических отчетов. Некоторые из услуг центра поддержки можно получить и онлайн. Однако стоит отметить, что спектр услуг онлайн-центра не такой широкий. Вместе с тем в районных филиалах палаты предпринимателей Октябрьской области оказываются консультации по информационно-аналитическому обеспечению предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой. Октябрь выкупил трансфер 23-летнего защитника Алибека Касыма у Петропавловского Козылжара СК «Предаёт Спорт Киезет» со ссылкой на Казфутбол Киезет. Сам же футболист также получил приглашение от молдавского шерифа, но трансфер в стан участника Лиги чемпионов сорвался. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Алибек Касым в премьер-лиге сыграл 25 матчей и забил 7 мячей. Получил приглашение в сборную Казахстана и в ее составе провел 2 матча.